Это был чудесный погожий денек. Вы с друзьями покидали вещи в автомобиль, чтобы отправиться в увлекательное путешествие. Да вот беда. Машина сломалась в глуши. По радио передают тревожные вести. Кажется, опять мертвецы восстают. А тут еще бродячий цирк пропал. Рядом вы обнаруживаете какой-то странный дом. Возможно, в нем найдется что-то полезное. В настольной игре «Зомби в доме заражения» вам и вашим друзьям предстоит действовать сообща для того, чтобы спастись от зомби и выбраться из этой глуши. Ну или хотя бы попытаться. Чтобы начать игру, нужно собрать игровое поле. Части двора собираются как пазл прямо вокруг коробки. Крыльцо на дворе должно совпадать со входом в хижину. Стены в доме нужно установить так, чтобы цифры на стенах совпадали с цифрами на доме. На поле есть обозначение для того, куда нужно выставить желтую стартовую машину, зеленую финишную, зомби-косилку и топор. Игроки выбирают себе персонажа. У каждого своя особенность. У полицейского и хулиганки есть оружие с самого начала игры. У медсестры аптечка, а у байкера больше всех жизней. Возьмите фигурку и планшет выбранного персонажа. Лишние уберите из игры. Планшет своего персонажа положите перед собой с живым персонажем вверх. Другая сторона с зомби-персонажем нужна для продвинутого режима из дополнения «Охотник». Найдите карточки со стартовым оружием и стартовой аптечкой. Они двухсторонние и отличаются от остальных. Положите их на планшеты персонажей. Хулиганке два ножа, полицейскому два пистолета и аптечку медсестре. Положите на планшет жетоны жизней. Всем персонажам по три жизни, а байкеру пять. Потому что я самый живучий среди этих слабаков. Лишние жизни положите рядом с полем вместе с заколоченными стенами, фигурками зомби, подставками и вертушкой. Поставьте фигурки персонажей на клетки рядом со стартовой машиной. Кстати, крыша машины тоже считается клеткой. Найдите карточку с мушкетом и карточку с топором. Сразу положите их на поле в указанные места. Мушкет на клетку с сейфом в гостиной, а карточку с топором под фигурку топора во дворе. Все оставшиеся карточки перемешайте лицом вниз и разложите их на поле. Вы можете раскладывать карточки куда угодно во дворе или внутри хижины. Главные правила такие. Можно класть только туда, где есть клетки. Одна клетка, одна карточка. Лучше, чтобы между карточками оставались пустые клетки. Хотя можете выкладывать карточки рядом и сделать из двора минное поле. Никто вам этого не запретит. Нельзя класть карточки вокруг стартовой машины. Все готово. Можно начинать игру. Цель игры найти ключ и канистру с бензином среди разбросанных по всему полю карточек. После этого всем выжившим нужно собраться вместе в финишной машине и уехать в закат. Ваш ход выглядит так. Крутите вертушку. Она покажет, на сколько шагов может пойти ваш персонаж в этом ходу. Как только наступили на карточку, остановитесь на ней. На этом ваши шаги заканчиваются. И переверните. Если это предмет, заберите его себе. А если зомби, сразитесь с ним. Пока ходите, вы можете использовать предметы, которые подобрали, обмениваться ими с другими персонажами, которые находятся поблизости, и оставлять их на поле. Итак, сделаем первый ход. Ходить будет полицейский, и с криком «А все бастоваться на местах!» работает полиция, он крутит вертушку. Нам выпала цифра 4. Двигаем фигурку персонажа на столько клеток, сколько выпало, или меньше. Раз, два. Ходить можно по вертикали или горизонтали, но не по диагонали. Открываем карточку и находим мачете. Забираем его на свой планшет. На этом ход закончен. Можно проходить через двери и через окна, но только если они не заколочены. Можно пройти по клетке с фигуркой другого игрока, но нельзя останавливаться на ней. Как только наступаете на клетку с карточкой, остановитесь на ней. Ваши ходы заканчиваются. Нужно открыть карточку. Если же карточка не попалась, то передайте ход игроку слева. Во время движения вы можете сбросить предмет или оружие. Любое, кроме стартового. Таким образом, медсестра может сбросить здесь вот эту аптечку, но не может стартовую. Или она может прямо на бегу передать ее байкеру. Для этого ей нужно встать с ним на соседней клетке, отдать аптечку байкеру и продолжить движение. Или, пробегая мимо, она может оставить аптечку здесь, чтобы байкер сам ее подобрал и пойти дальше. Следующий персонаж по часовой стрелке хулиганка. Немного похулиганим, говорит она, и крутит рулетку. Ей выпадает четыре. Раз, два. Она переступает через байкера. Че ты толкаешься? Наступает на карточку. Самое время ее перевернуть, и хулиганка встречает первого зомби. Карточку зомби нужно убрать из игры и заменить на соответствующую фигурку. Теперь хулиганка обязана вступить с ним в бой. Что важно знать в битве с зомби? У каждого зомби всего одна жизнь. Ну и все ваше оружие, включая стартовое, одноразовое. Любого зомби можно убить любым оружием, кроме босса-медведя. Его можно убить только ядовитым дротиком или зомби-косилкой. Если у вас нет оружия, вы можете только убежать. Хулиганка крутит рулетку, и ей выпадает огнестрельное оружие, которого, к сожалению, у нее нет. Поэтому придется крутить еще раз. На этот раз выпадает укус, и хулиганка теряет одну жизнь. Крутим еще. И на этот раз выпадает побег. Чтобы узнать, на сколько клеток можно отбежать, хулиганка крутит рулетку еще раз. На две клетки. Убегать можно в любом направлении. Раз, два. Можно убежать даже таким образом, что вы наступите на еще одну карточку. Она встретила циркового зомби. Цирковые зомби с красным фоном на карточке обладают особыми свойствами, прочитать которые можно на странице 9 правил. Крутим рулетку. Наконец-то. Нам выпало холодное оружие. И оно у хулиганки как раз таки есть. Сбрасываем его и убираем из игры зомби. Мы справились с одним из самых опасных цирковых зомби. С зомби-гипнотизером. Аналогично действует и огнестрельное оружие. Если в сражении с зомби вам выпадает символ огнестрела, и огнестрел у вас имеется, сбросьте соответствующее оружие и уберите зомби из игры. Ах да, если у вас вдруг есть граната или ядовитый дротик, вы можете не крутить вертушку, а сразу применить их, чтобы избавиться от зомби. Если в бою персонаж потерял последнюю жизнь, то уберите фигурку персонажа с поля. На клетку, где она стояла, положите стопкой все его предметы. А сверху на стопку поставьте фигурку зомби, который отнял у него последнюю жизнь. Он будет охранять эти вещи. Если другие игроки захотят их забрать, то сперва им придется сразиться с этим зомби. Если зомби сам уйдет с этой клетки, то вещи останутся на месте. Начиная со следующего хода, вы играете за зомби. Когда придет ваш ход, выберите фигурку зомби, за которого будете играть в этот ход. Один и тот же зомби не может ходить два хода подряд, поэтому вам придется выбирать разных зомби каждый ход. То есть, если вы или другой игрок за зомби ходили каким-то зомби, то следующий ход этот зомби обязательно пропускает. Крутим вертушку. Обратите внимание, что некоторые зомби ходят не ровно по вертушке, а больше или меньше. Например, обычные зомби ходят на одну клетку меньше. Если вы выбрали этого зомби, на вертушке выпало два, поэтому он ходит всего на одну клетку. А вот зомби собака ходит на одну клетку больше, поэтому если бы ей выпало два, то она бы побежала на три клетки. Зомби-обезьяне вообще не нужно крутить вертушку, просто переместите ее через одну клетку по прямой. Можно прыгать через окна или двери, но если они не заколочены. А вот дерется обезьяна так же, как обычные зомби. Посмотрим, как справится безоружная медсестра. Сейчас ее надежда только на бегство. И она теряет одну жизнь. Холодного оружия у нее нет, придется крутить еще раз. Теряет еще одну жизнь. В процессе боя она не может использовать аптечку. Она могла бы сделать это до хода зомби и прибавить себе одну жизнь. Но сейчас нет времени. Ей повезло, выпал побег. Она отбегает всего на одну клетку. Когда наступит ее ход, она сможет подлечиться. Итак, краткое резюме. Зомби ходит по прямой, но не по диагонали. Наступив на персонажа, он останавливается, даже если у него еще остались шаги, и персонаж вступает с ним в бой. Передайте вертушку тому персонажу, на котором остановился зомби. Однако, если персонаж уже находится в финишной машине, зомби не сможет его там достать. Зомби может прокусить заколоченную стену, если стоит на соседней клетке с ней. А также может попытаться прокусить лассо, если оно его обездвижило. Для этого крутите вертушку, и если с первого раза выпал череп, то уберите с поля заколоченную стену или лассо, в зависимости от того, что вы пытались уничтожить. Если же не выпало, можете повторить попытку в следующий ход этого зомби. Теперь разберем, как работают оружие и предметы. Пистолет и мушкет просто убивают зомби, если на вертушке выпал соответствующий символ. После применения оружие сбрасывается. Двустволка убивает двух зомби. Первого, с которым вы бьетесь. Второй должен стоять рядом с вами на соседней клетке, но не по диагонали. Если подходящей второй цели нет, она убивает только одного. Холодное оружие действует так же. Мачете и топор убьют одного зомби при выпадении нужного символа. И сбросятся после применения. Меч аналог двустволки. Убивает две цели, если вторая находится в соседней клетке. Также есть специальное оружие. Граната и дротик. Граната убьет любого зомби, кроме зомби-медведя. И для этого не нужно вращать вертушку. Просто сбросьте гранату и сбросьте зомби, с которым сражаетесь. Дротик убивает любого зомби, в том числе и зомби-медведя. И для этого тоже не нужно вращать вертушку. Доски. Ими можно заколотить окно или дверь, чтобы здесь никто не прошел. Ни персонаж, ни зомби. Как это сделать? Встаньте в соседнюю клетку рядом с дверью или окном, сбросьте доски со своего планшета и повесьте заколоченную стену. Вы можете разбить заколоченную стену любым оружием. Для этого встаньте на соседней клетке и крутите вертушку. Если с первого раза выпал символ соответствующего оружия, то сбросьте это оружие и заколоченную стену. Аптечка добавляет вам одну жизнь или две, если вы медсестра. Сбросьте аптечку и добавьте себе на планшет соответствующее количество жизней. Обратите внимание, что с помощью аптечки можно получить больше жизней, чем у вас было изначально. Но не больше, чем количество ячеек на вашем планшете. Аптечку можно использовать сразу же в том же ходу, в котором и подобрали, не дожидаясь следующего хода. Вы можете добавить жизни другому игроку, если стоите с ним на соседних клетках. На этом ваш ход сразу же заканчивается, даже если у вас еще остались шаги. Лассо можно накинуть на зомби, на любого, кроме зомби-медведя. На этом ваш ход заканчивается. Но теперь этот зомби не может ходить, пока не прокусит веревку. Дымовая завеса позволяет вам пройти по клеткам с зомби и с карточками, как по пустым, но действует только на одну соседнюю клетку. Сбросьте дымовую завесу, пройдите через этого зомби, но если вы остановитесь на этой карточке, то вам придется ее открыть и закончить на этом ход. Антизомбин держите на планшете. Если в бою вас укусил зомби, а у вас есть антизомбин, то зомби сразу погибает, антизомбин сбрасывается, а урона вы не получаете. Энергетик позволяет вам пройти на две клетки дальше, чем выпало на вертушке. Если выпал один шаг, вы можете убрать энергетик и сделать до трех шагов. Вы можете использовать энергетик до или после того, как покрутили вертушку. Зомби-косилка. Сразу как наступите на нее, прокатитесь до четырех клеток, при этом все зомби на вашем пути и даже зомби-медведь погибают. По пути можно разворачиваться, но нельзя проезжать по закрытым карточкам или живым персонажам. После того, как вы остановились, сбросьте зомби-косилку из игры и поставьте персонажа на клетку, где закончили движение. Хммм... Кажется, в новостях недавно писали о пропавшем бродячем цирке. А вот и наша славная зомби-труппа. Посмотрим, какие номера эти ребята для нас исполнят. Закованный зомби не может двигаться, но если в бою с ним выпадает череп, он кусает вас и всех персонажей вокруг себя. Кусает даже через окно и дверь. Но не кусает через стену, а еще он не кусает зомби. В бою с зомби-гипнотизером, если вам выпадет побег, вы можете отойти всего на одну клетку, не дальше. Если вы начинаете свой ход на соседней клетке с ним, то вы не крутите вертушку, а вместо этого наступаете на зомби-гипнотизера и снова деретесь с ним. Но сражаетесь уже по обычным правилам. То есть, если вам снова выпадет побег, а вы начинали ход в соседней клетке с зомби-гипнотизером, то вы крутите вертушку и отбегаете уже на столько шагов, насколько она покажет. Гипноз не действует, если вы стоите по диагонали от гипнотизера, или между вами стена. Зомби-камикадзе при смерти взрывается и отнимает у персонажа одну жизнь. После того, как убили зомби-медсестру, возьмите одну жизнь. Так можно набрать больше жизни, чем у вас было изначально. Босс-медведь может быть убит только ядовитым дротиком или зомби-косилкой. Если у вас нет ни того, ни другого, то вам придется крутить вертушку до того, пока не выпадет побег или у вас не закончатся жизни. К игре уже вышла парочка дополнений. Ботаник и Охотник. Давайте посмотрим, что нас ждет внутри. Коробочка Охотник добавляет в игру одноименного персонажа, так что теперь вы сможете играть в пятером, а также особый режим с зомби-мастером. Персонаж Охотник начинает игру с топором и ружьем. Теперь вы сможете найти на поле вакцину. Она превратит зомби-персонажа обратно в человека. И еще вы найдете 6 карт зомби-мастера, таящие в себе опасные сюрпризы для выживших. И 5 фишек зомби-версии персонажей для режима с зомби-мастером. Ботаник добавляет в игру нового персонажа, а также 2 новых оружия. Способность ботаника — скорость. Он всегда ходит на шаг больше, чем выпало на рулетке. А на этом все. Удачи вам в сражениях и поисках. А игру «Зомби в доме заражения» и ее дополнение спрашивайте в магазинах вашего города. Пока. Подписывайтесь на канал и смотрите другие видео по нашим играм. До новых видео. Продолжение следует...